Чего Россия добилась за этот год? Россия выстояла. С этих слов начал свое обращение к школьникам представителей интернациональной бригады «Пятнашка» в Абхазии Денис Соломко. Он вышел к детям, чтобы объяснить, что делают Абхазы в зоне боевых действий. Кто-то может задаться вопросом, вот прошел год, а что сделано, что произошло. Я вам скажу очень просто, что произошло. Россия выстояла. Против России объявлена тотальная война руками Украины в лице коллективного Запада. Против России сейчас активно борются, воюют более 30 стран Запада. Передового Запада, такого просвещенного Запада, о котором нам привыкли говорить. Но именно они развязали вот эту вот ситуацию. Может возникнуть такое ощущение, что Россия одна. Нет, Россия не одна. Россию поддерживает большое-большое количество малых народов, которые разделяют вот эти вот идеи братства, дружбы, верности, правильности, чести и в том числе представители народа в Абхазии. Также перед школьниками выступил участник военной операции, офицер 7-й военной базы Дмитрий Московцов. Как он рассказывает, все началось еще много лет назад, когда в Украине, по его словам, стали запрещать говорить по-русски. Дискриминация русского языка и русской культуры на Украине началась задолго до цветных революций. Но после Майдана 2014 года она приобрела угрожающий характер. На законодательном уровне вытеснение русского языка стало нормой. На Украине стали языковые патрули с целью выявления неблагонадежных граждан, не общавшиеся на украинской море. Выступил в музее боевой славы и младший урядник, участник СВО Александр Судаков. Он рассказал школьникам, что православный русский мир сегодня сражается с темными силами. В 2014 году на Украине произошел государственный переворот, в результате которого власти пришли силы, это темные силы, мы так считаем, это национальностически настроенные элементы на Украине. И вся государственная политика Украины превратилась в ожесточенное именно к русскому миру. То есть к русскому миру была объявлена война. Что такое русский мир? Дорогие дети, еще в далеком 19 веке, я всегда этот момент подчеркиваю, именно на добровольной основе Абхазия вошла в состав Российского империя. Было письменное обращение владительного князя Абхазии Чашбашишвашидзе, который обращаясь к русскому царю Александру I с просьбой о включении его, его подданных в состав Российской империи. Почему так произошло? Мы казаки, мы воины христовы, и наша вера, православная вера, которая также находится здесь, в Абхазии, благословена земля Абхазии, благословена тем, что в свое время ее посещали, освещали своей проповедью святые апостолы Андрей Первозванный и Симон Каноник. Александр Судаков вручил высокую казацкую награду своему боевому товарищу на сцене Актового залом Музея боевой славы. Я являюсь членом Всероссийского общества, которое называется Конвой памяти и его императорское величество Николая II. Мы конвойцы. И сегодня я при вашей поддержке от лица общества хочу наградить моего боевого товарища орденским знаком за верноподданническое служение святому царю Николаю II страста терпцу. Мероприятие продолжилось с просмотра фильмов «Абхаза на Донбассе» и «Азов головного мозга». А в фойе музея открылась фотовыставка с кадрами о восстановлении Донбасса и помощи жителям региона. Мария Анна Котова, Абаза ТВ.